Добрый день, доброе утро. Мы потихонечку собираемся. Пожалуйста, поставьте плюсики в чат, если нас видно и слышно. Отлично. Спасибо большое. Коллеги, доброе утро, добрый день. Приветствую всех присоединившихся участников. Давайте еще раз проверим связь. Подскажите, пожалуйста, напишите плюсик в чат, если меня видно и слышно, видно презентацию и слышно мой голос. Буквально через несколько минут мы начнем. Раз, словно, 12. Презентацию Валерий не видит. Коллеги, возможно, вы не видите презентацию, потому что подключены с мобильных устройств. Если с мобильных устройств могут быть проблемы, кто подключен с мобильных устройств в правом верхнем углу, есть значок «Глазик». Можете его нажать, и тогда будет видно презентацию. Ну что, ровно 12, начинаем, не будем задерживать. Тема нашей сегодняшней встречи – это эффективные коммуникации на расстоянии. Какое все-таки оборудование, какие решения нам помогают работать удаленно. Меня зовут Горчушникова Татьяна. Я руководитель отдела видеонаблюдения и телефонии. Рядом со мной Максимова Александра, инженер. Добрый день. Сегодня мы с вами разберем такие понятия, что же такое все-таки видеоконференц-связь, в каких сферах она применяется, какие вендора предоставляют данные решения, с какими терминами мы с вами можем столкнуться при подборе решения. Познакомимся с продуктовой линейкой решения видеоконференц-связи e-Link. И почему именно все-таки e-Link. Знакомство с видеоконференц-связью начнем, наверное, с базовой информации. Что же все-таки такое видеоконференц-связь? Так, Владимир, чтобы презентацию видеть, обновил страницу, нажал «Плей» на ведущих и только потом нажал «Плей». Отлично. Ну, теперь отображается. Да, спасибо большое, Владимир, за помощь. Знакомство с решением видеоконференц-связи начнет с базовой информации. Что же все-таки такое видеоконференц-связь? Это связь между несколькими участниками. Например, одни находятся дома за компьютером, или кто-то может находиться на работе в переговорных комнатах. Это связь между двумя и более людьми, которые находятся в разных местах и обмениваются не только звуком, но и видеоизображением себя. Если сравнивать данное решение с аудиотелефонией, увеличивается эффект присутствия. То есть мы видим того, с кем мы разговариваем, и помимо того, что мы его и слушаем. Существует три основных составляющие видеоконференции, без которых, в принципе, она невозможна. Например, если мы это говорим о компании, это должна быть распределенная компания, у которой есть филиалы. В качестве примера могу привести нашу компанию, ведь мы находимся и в Екатеринбурге, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Ростове-на-Довну, и в Новосибирске. И для общения с коллегами, с нашими партнерами-заказчиками мы часто побегаем к решению видеоконференц-связи. Для соединения и общения нам необходим канал интернет, который будет объединять все удаленные участки и все удаленные офисы. После того, как мы можем передавать аудио-видео информацию, для этого нам необходимо оборудование, которое будет установлено в каждом, например, филиале у нас в Екатеринбурге, в нашем филиале в Москве, в Санкт-Петербурге. Именно аналогично, именно для соединения друг с другом. Если в России это все-таки называется видеоконференц-связь, то в английском языке это называется немного иначе. Используется термин все-таки видеоконференц-систем, то есть используется не связь, а система. Зачем же нам все-таки нужна эта видеоконференц-система, и какие выгоды мы получаем, используя данное решение. Возможно, это не очевидно, но в первую очередь это уменьшение затрат на командировки, потому что статья «Затрат на командировку» – это достаточно большая статья для компании. Хотя если кто-то может сказать, что само оборудование для видеоконференц-связи, оно достаточно дорогое, но если мы посчитаем с вами окупаемость и сделаем расчет, цены у нас в дальнейших продуктах предоставлены, рекомендованы розничные, то мы можем понять, что в принципе для компании это быстро окупится, ведь оборудование мы приобрели единожды, да, а можем пользоваться ими в неограниченном количестве раз. Следующее преимущество, которое дает нам данное решение – это все-таки быстрое общение. Мы достаточно быстро и оперативно можем организовать сеанс видеоконференц-связи, как в принципе мы сделали и сейчас. Вы прошли по ссылочкам и подключились, и видите, и презентацию, и голос. В отличие от телефонной аудиосвязи, это более удобный обмен информацией. Вы сейчас видите меня, слышите мой голос, а также вы видите презентацию. То есть визуально вы видите то, о чем я вам рассказываю, и знакомитесь более подробно с информацией. В каких сферах все-таки применяется видеоконференц-связь данное решение? Можно сказать, что оно применяется в любой сфере бизнеса, потому что это альтернатива поездкам, командировкам. Это наш незаменимый в текущий момент повседневный рабочий инструмент, потому что год назад мы были все на удаленке, многие из нас. Взаимодействие друг с другом, именно решение видеоконференц-связи было для нас просто необходимым. Также данное решение подходит для дистанционного обучения, проведения тренингов, семинаров, а также интеграция видеоконференц-связи в бизнес-приложения и интернет-порталах. В государственном секторе это точно так же активно используются данные решения. Это повседневная коммуникация, ведомственная, межведомственная, организация приемных на ведомственных интернет-порталах. Образование. Год назад многие учебные учреждения, да, почему многие, практически все школы, высшие учебные учреждения ушли на дистанционное образование. Люди с ограниченными возможностями могут получить образование, подключаясь удаленно по видеоконференц-связи, онлайн-курсы повышения квалификации, преподаватели, любых сотрудников без отрыва от производства, и также предоставление доступа к лекциям в режиме онлайн, презентация. В сфере здравоохранения точно так же широко сейчас используется в телемедицине для удаленных консультаций пациентов, для оказания экстренной помощи, для сбора консилиумов врачей, консультаций врачей. И, например, при сложных хирургических операциях можно подключить коллег более опытных для получения консультации. Какие же все-таки Виндораб предоставляют решения видеоконференц-связи? Бесомненно, Cisco, Polycom, Viya, I, Huawei. То есть это те производители аппаратных и программных решений. Microsoft, Logitech, Trucon, Fintel – это программные облачные решения. Microsoft со своим продуктом Teams достаточно очень актуальны в сфере образования. Как мы можем классифицировать видеоконференц-систему? Это такой комплексный термин, и я предлагаю разобраться, какие все-таки виды ВКС по классу существуют. Существуют аппаратные видеоконференц-системы, то есть это аппаратный комплекс оборудования, который устанавливается в переговорную комнату и отвечает именно на те задачи, для которых он был изначально и создан. То есть это достаточно удобно и быстро можно создать видеоконференции для подключения участников. Программные видеоконференц-системы, они более доступны по цене, чем аппаратные. Программные ВКС имеют свои преимущества, так и недостатки. В качестве преимуществ можно назвать, что к программной ВКС можно подключить любой компьютер, любую периферию из различных устройств, будь то микрофон, внешний, будь то внешняя камера, спектрфон. Но данное решение не отличается стабильностью. Неожиданно может прийти, например, обновление программы, нам необходимо будет, мы вынуждены будем обновить программное обеспечение, компьютер. Или, например, нам необходимо перезагрузить ПК. Облачная видеоконференц-система, это относится к серверным решениям, тратится, в принципе, меньше денежных средств на разовую покупку, но приобретается, по сути, это приобретается сервер где-то на стороне. Ежемесячно устанавливается абонентская оплата, и главный недостаток является то, что пользователи, в принципе, мы с вами, подключаясь к облачной АВКС, мы не являемся администратором, хозяином этого сервера, потому что он установлен в облаке, и у нас нет доступа и возможности контроля работы системы. В прошлом году, например, была новость в Zoom, когда многие учебные учреждения переходили на дистанционную работу, что Zoom-платформа была взломана, и персональные данные многих пользователей были потеряны. То есть это как раз один из минусов. Решение, куда мы данные решения можем предлагать, где и как они могут быть установлены, какие комнаты, например, бывают, куда все-таки устанавливается оборудование для видеоконференц-связи. Это могут быть аудитории, большие переговорные комнаты, то есть это где есть, например, большой стол длинный, да, с председателем. Аудитория может быть, в аудитории могут быть как и радиомикрофоны, это могут быть и потолочные микрофоны, это могут быть и микрофоны, которые стоят на столах у других участников конференции на гусиной шее. Обычно при таком сценарии установлено несколько камер. Одна камера главная, она смотрит на ведущего, да, председателя конференции, а остальные направлены просто на общий план, на аудиторию. Также есть решение для больших переговорных комнат, то есть больших переговорных комнат, это те переговорные, которые вмещают в себя около 20 человек. Средние переговорные комнаты, то есть это где-то вместимость около 10 человек, малые переговорные комнаты, это менее 10 человек, 5-7, и, например, комбинет руководителя, который в принципе может включать и решения для личного использования. Особой популярностью также пользуются программные клиенты для индивидуального использования, для сотрудников, которые, например, уехали в командировку, работают или работают дома удаленно, как многие сейчас, со своего рабочего компьютера, и имея продукты видеоконференц-связи, наличие камеры, гарнитуры, например, они могут участвовать в самой видеоконференции. Из чего все-таки состоит типичная переговорная комната, вообще решение видеоконференции, что все-таки входит в данную экосистему? Средство отображения информации необходимо в первую очередь для отображения информации, чтобы данную информацию видели другие участники конференции. В качестве отображения это может быть ЖК-панель, или видеостена, или проектор, но проектор ввиду плохого, нечеткого качества иногда не рекомендует использовать. Это необходимо еще само оборудование для видеоконференции. Если мы в компании имеется несколько переговорных комнат, и комплект для видеоконференции, например, один, одна переговорная занята с сотрудниками, а нам срочно необходимо подключиться для обсуждения вопросов с заказчиком или с коллегами, мы можем использовать мобильную стойку, где будет установлено оборудование наше, и мы сможем с этой стойкой переезжать с одной переговорной комнаты, например, в другую. Также системы, аудиосистемы необходимые входят в решение, то есть это система вывода звука, подача звука. Иногда, например, в комплектах решений E-Link, у них есть свои решения, которые можно использовать. Это может быть и конференц-телефон, он может быть проводным и беспроводным, или это может быть, вот как мы сейчас сидим, рядом с нами есть пикерфон, кругленькое оборудование. Радиус, это у нас установлен E-Link CP900, радиус его захвата, рабочий радиус захвата, это в районе двух метров, 360 градусов, он имеет шесть всенаправленных микрофонов. Также в качестве микрофонов могут использоваться микрофоны на гуси, гуси на шее, то есть это когда у каждого участника видеоконференции есть свой направленный микрофон, он может быть как стационарный проводной, так и беспроводной. Какой терминологией мы можем встретиться, с какими обозначениями, на что стоит обращать внимание при выборе, например, видеокамеры для видеоконференции. Сейчас мы с вами и разберем. Ну, например, Full HD, что это означает? То есть это указывает значение, например, оно может быть 1080p или 720p, то есть это тот формат картинки, а именно ее разрешение, в котором оборудование для видеоконференции, устройство передает картинку. Сейчас достаточно на рынке популярное разрешение 1080p и 30 кадров в секунду. Конечно, тренд идет на 60 кадров в секунду, но в принципе для решений и подбора камеры для видеоконференции связи достаточно 30 кадров в секунду, ведь 60 кадров в секунду, да, картинка будет более плавная, она будет приближена к режиму реального времени отображения, но при видеоконференции те пользователи обычно сидят, мало двигаются, поэтому 60 кадров в секунду, в принципе, достаточно это много, да, картинка будет плавная, но есть и свой недостаток, она будет занимать в два раза больше полосу пропускания, чем меньше, поэтому более оптимальное значение при использовании камеры и подбора камеры, это все-таки 30 кадров в секунду, то есть мы не будем замечать никаких либо отклонений и артефактов. При картинке 15 кадров в секунду изображения, например, будет оно прерывистое, то есть если камера данная, например, стояла, что люди переходили, то мы бы видели, что как человек с одного места телепортируется, например, в другое место, поэтому для подбора камеры достаточно, в принципе, Full HD и 30 кадров в секунду. Со следующим понятием, которым мы можем встретиться и которое потребование нам может быть понадобится, это, например, камера ПТЗ. То есть в тот момент, когда у нас проходит видеоконференция и у нас есть потребность, например, чтобы камера автоматически наводилась на говорящие, это как раз и есть камера ПТЗ. То есть камера двигается влево-вправо, вверх-вниз, и ПТЗ – это электронное наведение на говорящие. Также стоит обратить внимание на такой параметр, как зум. Он есть оптический и цифровой. Оптический зум обычно способствует приближению за счет, благодаря линзе в самой камере, за счет чего изображение транслируется пользователям без потери качества. Данные камеры можно устанавливать в те видеоконференции, в те комнаты, где, например, это большая аудитория, где необходимо, где у нас председатель или участник видеоконференции говорит, и необходимо на него наведение. Цифровой зум, он не приближает объект, а выводимая картинка растягивается, видно в пиксели, то есть данное решение актуально будет для небольших переговорных комнат, для индивидуального решения или кабинета руководителя. Какие четыре составляющих необходимы для высокого качества предоставления решения видеоконференц-связи? То есть это камера с высоким разрешением, с хорошим адресом, которая будет передавать изображение с высоким качеством. Необходимое оборудование, которое будет обрабатывать данный видеопоток с этой камерой и отправлять другим участникам видеоконференции. Это стабильная сеть интернет с хорошей полосой пропускания. Камера снимает в высоком качестве, передает данный видеопоток на оборудование видеоконференц-связи. Но для того, чтобы другие участники в этом же хорошем качестве и видели, необходимо средство отображения. Поэтому можно использовать обычную ЖК-панель с хорошим разрешением. Это главные четыре составляющие. То есть если, например, мы будем использовать или у нас будет в переговорной комнате, например, стоять оборудование для видеоконференц-связи, которое будет обрабатывать высокопроизводительный кодек, который будет обрабатывать изображение с камеры, а камера, например, будет с невысоким качеством, то, соответственно, кодек-то он будет передавать оборудование видеоконференц-связи, оно будет передавать именно ту картинку, которая снимает камера именно в том формате, именно с теми искажениями, которыми она ему и предоставляет. Поэтому очень важно, чтобы была камера с высоким разрешением, само оборудование, которое будет обрабатывать данный видеопоток и, соответственно, средство отображения связи. Мы с вами потихонечку переходим к оборудованию, к базовым таким понятиям, на что стоит обращать внимание. Микрофоны у нас бывают направленные и всенаправленные, то есть, если, например, одной из задач видеоконференции является, чтобы камера наводилась на говорящего, на спикера, то необходимо использовать направленный микрофон. Он захватывает голос только в определенном направлении, на определенном расстоянии, то есть, это микрофон на такой жесткой гусиной шее, его можно повернуть. Он передает голос достаточно глубоко, то есть, он передает полностью, можно сказать, реальный, то есть, то передает тембр голоса гораздо лучше. Всенаправленный микрофон, вот, например, который мы сейчас используем, если Александр сейчас начнет говорить, то, соответственно, он ее голос поймает и будет транслировать. То есть, всенаправленный микрофон будет более глуше передавать звуки, но, опять же, если нам необходимо организовать переговорную комнату, достаточно поставить один микрофон, да, и более экономное, бюджетное решение можем использовать именно его всенаправленный микрофон. Если, например, для видеоконференц-связи нам необходимо отображать не только нас самих, да, участников конференции, а вот, как, например, сейчас мы с вами проводим вебинар на площадке, да, вы видите меня в правом верхнем углу, а также вы видите саму презентацию. Соответственно, это называется двойной поток. На оборудовании Е-Линк это достигается через протоколы телефонии H323 и SIP. В принципе, достаточно актуально для переговорных комнат, для отображения самих участников и самой презентации. Со следующим понятием, с которым мы можем также встретиться, это раскладка. Она многим наверняка знакома. Оборудование Е-Линк поддерживает несколько раскладок, например, когда один плюс много, да, один по центру, сбоку все остальные участники конференции. Это мозаика, когда все участники конференции на одном экране и достаточно одного размера или просто на весь экран. и подборе решения видеоконференц связи и коммуникации следует обратить также внимание, что необходим сервер для видеоконференции. МСЮ это достаточно популярная аббревиатура, которая расшифровывается Multipoint Conference Unit. В русском языке в принципе аналога перевода нет, поэтому можно просто называть либо МСЮ либо сервис для видеоконференц связи. Сервера видеоконференц связи они также бывают и аппаратные и программные. На слайде например представлены примеры разных вендоров это вверху 880 это E-Leak сервер видеоконференц связи Polycom и Cisco. То есть по сути это брендированная коробка оборудования точнее аппаратный сервер с предустановленным программным обеспечением и каким-то возможно минимальным набором лицензий. Для решения необходимо порой приобретать дополнительные лицензии. Данный сервер обычно рассчитан на какое-то определенное количество пользователей видеоконференций участников и редко когда с малой вероятностью что его можно расширить. Поэтому многие компании плавно переходят от аппаратных серверных решений видеоконференции на именно программные. Сервер видеоконференции это когда производитель предоставляет программное обеспечение решение которое можно установить вообще на любой сервер любого производителя данный сервер может располагаться как локально так и в облаке то есть не зависит от предпочтений самого вендора а зависит именно от того как пользователь хочет где он хочет его разместить. В качестве примера могу привести программных серверов это Polycom Clarity или например YMS это E-Link Meeting Server потихоньку мы с вами подходим к продуктовой корзине нашей E-Link которую мы можем предоставить вам для построения решений эффективных коммуникаций переговорных комнат для индивидуального использования об этом более подробно расскажет Александра. Да вот мы добрались с вами до продуктовой карты компания E-Link представляет терминалы нескольких видов это терминалы для переговорных комнат персональные решения для организации например в кабинете руководителей сотрудника а также инфраструктурные решения и программное обеспечение переговорных комнат можно отнести терминалы например VC800 это терминал рассчитанный на большую аудиторию на большую переговорную комнату где находится в районе 20 человек это терминал рассчитанный на большое количество людей терминал VC500 он предназначен для средних переговорных комнат примерно до 10-12 человек терминал VC200 это младшая модель компании ялинг из серии VC она предназначена для малых переговорных комнат или также для персонального использования терминал VC880 это терминал предназначенный для интеграционных решений для интеграционных комнат когда используется конгресс системы необходимо наведение камеры наговорящего а также данный терминал используется в качестве MCU сервера для организации видеоконференц связи кроме того компания ялинг представляет линейку митинг это линейка в которой представлены терминалы устройства все в одном то есть в одном этом терминале находится и камера и микрофон и динамик все это очень удобно в качестве персональных устройств используются аксессуары аксессуары могут также дополнять и терминалы для переговорных комнат к аксессуарам например относится устройство CTP20 это сенсорная панель управления с помощью которой можно добавлять участников удалять кого-то приближать камеру в общем управлять видеоконференцией централизованное садовое устройство камера VCC22 с 12-кратным оптическим зумом эта камера предназначена в качестве аксессуара дополнения для терминалов в больших переговорных комнатах таких как VC800 и VC880 также это конференция телефона с проводными и беспроводными микрофонами это спикерфоны такие вот такой например как у нас сейчас это CP700 и 900 у нас 900 устройство V734 это проводной микрофонный массив также компания Eolink представляет возможность беспроводной передачи контента с помощью флешки VPP20 а также для персонального использования можно использовать видеотелефон такой как VP59 в качестве инфраструктурных решений компания Eolink представляет программный сервер видеоконференц связи EMS это Eolink сервер а также различные программные продукты такие как приложения на телефон на компьютер и новую рассмотрим подробнее терминалы начнем с VC880 это терминал для интеграционных многокамерных задач для больших переговорных комнат аудиторий что из себя представляет этот терминал это в первую очередь просто кодек то есть он без камер однако этот кодек может поддерживать до 9 камер совместимых с Eolink также на нем предустановлено уже встроен MCU сервер кроме того можно подключить еще одну стороннюю камеру с помощью HDMI выхода кроме этого данный терминал поддерживает передачу беспроводного и проводного контента с помощью специального устройства про которое я говорила ранее также возможность организации на этом терминале двух независимых переговорных виртуальных комнат кроме того этот терминал используют для связи протоколы SIP и H323 следующий терминал это AVC800 терминал также предназначен для больших переговорных фон для аудиторий до 20 человек примерно 20 человек он представляет из себя моноблок камера плюс кодек на этом устройстве также уже встроен MCU сервер также этот терминал поддерживает до 8 дополнительных камер чтобы обеспечить захват видео с любой точки вашего помещения камера обладает 12-кратным оптическим зумом также технологией PTZ и расширением 1080 с обновлением 60 кадров в секунду данный терминал поддерживает также протоколы SIP и H323 следующее устройство это терминал митинг-лие как я уже говорила ранее это терминал для малых и средних переговорных комнат до 12 человек главной отличительной особенностью данного терминала является то что это одно устройство совмещающее в себе сразу несколько то есть это и камера и динамик и микрофон данное устройство это старшая модель в линейке митинг-лие это устройство включает в себя блок камер из двух он состоит одна камера широкоугольная 20 мегапикселей расширением 20к углом углом обзора 115 градусов и также цифровым зумом четырехкратный кроме того вторая камера это PTZ камера 8 мегапикселей также с расширением 4К углом обзора 80 градусов углом поворота 25 градусов и углом наклона 16 градусов также эта камера имеет десятикратный гибридный зум то есть там есть и оптический и цифровой зум кроме того данный терминал обладает функцией автокадрирования и наведения одноговорящего данный терминал также поддерживает протоколы SIP и H323 кроме того серию терминалов митинге можно подключить к компьютеру например если вы хотите организовать ВКС зум к примеру если вы подключите данный терминал к компьютеру то компьютер будет воспринимать его как три устройства то есть камера микрофон и динамик следующий терминал это VC500 он предназначен для проведения видеоконференции для средних и малых комнат до 18 ой до 12 прошу прощения человек VC500 это моноблок с камерой который также обладает расширением Full HD и обновлением 60 кадров в секунду камера с пятикратным оптическим зумом и углом обзора 83 градуса этот терминал не может выступать в качестве сервера но он может быть участником конференции также он поддерживает передачу беспроводной и проводной проводного контента и поддерживает протоколы СИПО и H323 терминал митинг Е400 это младшая модель в линейке митинг Е она также является универсальным устройством то есть все в одном и камера и микрофон и динамик но в отличие от старшей модели здесь камера одна 20 мегапикселей с расширением 4К функции EBTZ и с 4-х оптическим зумом также этот терминал поддерживает протоколы СИП и H323 и также как и митинг Е600 его можно подключить к компьютеру и будет восприниматься как 3 отдельных устройства решение VC200 это младшая модель E-Link серии VC она предназначена для установки в малых переговорных комнатах а также для персонального использования он представляет себя камеру и моноблок в одном устройстве в одном корпусе камера обладает функцией EBTZ четырехкратным цифровым зумом и управляет этой помощью пульта также поддерживается Full HD качество и обновление 30 кадров в секунду угол обзора камеры 103 градуса в отличие от старших моделей данной линейки у этой модели есть встроенный массив из 6 микрофонов также он совместим с отдельными проводными беспроводными микрофонами про которые также говорилось ранее в аксессуарах а также данный терминал не может заступать сервером ВКС может быть участником в качестве персонального решения компания EOLINK предлагает видеотелефон VP59 он подходит как для персонального использования так и для использования в малых переговорных комнатах вместимостью до трех человек главные особенности этого телефона это Android операционная система Android что позволяет устанавливать дополнительные приложения например на телефон который попросит вашу работу кроме того работа этого телефона осуществляется по протоколам SIP и H323 телефон имеет USB камеру то есть эту камеру можно открепить от телефона и например использовать для компьютера для ноутбука куда вам будет удобно кроме того телефон имеет HDMI выход то есть мы можем подключить к ЖК панели или к монитору к любому и ввести видеоконференц связь более удобно также для персональных решений для персонального использования и использования в малых переговорных комнатах компания E-Link предлагает байот решения байот решения это комплект из трех устройств представленных вам он состоит из камеры UFC 30 расширение видео 4К трехкратный цифровой зум угол обзора 120 градусов технология распознавания лиц и технология автоматического кадрирования кстати сейчас мы ведем трансляцию именно с помощью этого решения этого терминала так что вы можете оценить все плюсы возможно какие-то решения кроме того данный комплект содержит включать в себя спекерфон CP900 который предоставляет качество звука Optima HD также он включает в себя массив из шести встроенных микрофонов технологию подавления шумов и также осуществляет захват звука на расстоянии до двух метров кроме того этот комплект включает Biodbox с двумя USB портами одним HDMI выходом одним Type-C кабелем с поддержкой питания ноутбука и Type-C портом для питания самого устройства непосредственно по всем вышесказанным устройствам можно привести пример организации видеоконференц связи в организации рассмотрим такую ситуацию что у нас есть компания у нее есть 4 филиала в разных городах к примеру и в одном филиале есть большая аудитория в других двух филиалах есть две средние или малые приговорные коротты и в четвертом филиале например кабинет руководителя в большой аудитории мы можем поставить такой терминал как VC800 а к нему например добавить дополнительные камеры которые позволят охватить полностью все помещение и транслировать картинку с разных ракурсов в средние или малые переговорные комнаты мы можем поставить такие устройства как VC500 или устройство все в одном митинге в кабинет руководителя можно поставить терминал VC200 или например видеотелефон 559 для того чтобы организовать видеоконференц связь нам нужен сервер для этого мы можем использовать терминал VC880 который организует ВКС и соберет всех участников вместе перейдем к инфраструктурным решениям от компании Ялинк Ялинк митинг сервер это программный комплекс для организации видеоконференц связи на операционной системе CentOS сервер включает в себя сервер управления конференциями и устройствами интеграцию с Microsoft Skype for Business также сервер WebRTC то есть это присоединение конференции через браузер то есть переходя по ссылке вы можете подключить конференции а также это сервер регистрации SIP функция распознавания лиц также это шлюз SIP Trunk который позволяет создавать интеграционные решения с офисной телефони кроме того это сервер записи видеоконференц связи то есть вы можете записывать вашу конференцию и она будет храниться на сервере будет доступна вам кроме того данный сервер предоставляет возможность проводить стримить ваши конференции например на площадку YouTube главное преимущество данного решения состоит в том что все перечисленные функции имеются в одном программном обеспечении то есть у других вендоров например за дополнительные функции необходимо другое устройство или другая лицензия здесь же все содержится в одном кроме того ялинг митинг сервер может быть развернут как локально так и в облаке или например на виртуальной машине основными характеристиками сервера являются неограниченное количество виртуальных комнат которые вы можете создавать также возможность до полутора участников в одной конференции поддерживаются качества до 4К кроме того поддерживаются различные варианты подключения участников то есть по протоколам СИП 3.2.3 или же по приложениям на мобильном устройстве на компьютере также сервер представляет возможность разграничения прав пользователей то есть конференцию конференции может быть ведущий модератор а также просто участники слушатели кроме того сервер позволяет планировать конференцию заранее и делать рассылку уведомлений у конференции всем участникам кроме всего вышесказанного у E-Link есть решение для тех компаний у которых уже развернуты сервисы к примеру Microsoft Teams или Zoom то есть если у заказчика уже есть такой сервис ему необходимо оснастить например переговорную комнату оборудованием то ему достаточно будет приобрести оборудование VKS E-Link сертифицированное компанией то есть есть терминалы которые сертифицированы Microsoft они поддерживают сервисы Teams Sky for Business и Office 365 а также есть терминалы которые сертифицированы компанией Zoom для пользования сервисом Zoom Microsoft Teams это платформа для организации видеоконференц-связи с возможностью создания групп чатов совершения аудио-видеозвонков без ограничения количества пользователей которые могут одновременно подключаться к конференции кроме того в Teams есть возможность совместного использования документов таблиц презентаций различных других сервисов Microsoft интеграция с Microsoft Office и Outlook позволяет создавать справочных контактов также организовывать хранение контроль переписки пользоваться голосовой почтой проводить различные планирования мероприятий также рассылки уведомлений и много различных других сервисов также есть терминалы которые сертифицированы компанией Zoom то есть эти терминалы они имеют именно поддержку Zoom главное преимущество таких решений таких видеотерминалов компании Eolink в первую очередь это то что такие терминалы это прежде всего комплексное решение для организации ВКС то есть вы получаете сразу все и оборудование и лицензию и можете сразу же поступать к организации веб-семинарах кроме того это знакомый удобный интерфейс как и в привычных приложениях программного обеспечения на компьютере то есть все знакомо все удобно и просто ну кроме того с помощью оборудования Eolink увеличивается качество звука и видео позволяет оборудование позволяет повысить уровень звонков и встреч в целом однако данные терминалы которые сертифицированы компаниями Microsoft и Teams они поддерживают только эти сервисы то есть не поддерживают протокол СИК например то есть например многие компании многие организации хотят гибридные да решения для видеоконференц связи чтобы оно поддерживало и Teams и Zoom и Google да так скажем и всех собирало в конференцию к сожалению пока гибридных решений нет но в разработке у компании Eolink они есть если все-таки например на базе какой-то компании да есть решение для видеоконференц связи можно использовать и например на компьютере есть лицензия того же Zoom Teams можно использовать митинг и 600 и 400 и которые будут воспринимать скажем устройство как 3 устройства и оснастить тем самым принести ноутбук поставить данный терминал и получить гибридное решение я вижу в чате есть вопрос от Алексея совместимость с другими производителями VKS Eolink да совместимость она есть то есть если например уже есть существующая инфраструктура у заказчика да и необходимо добавить управление можно использовать YMS Eolink Meeting Service сервер который будет собирать конференцию они работают по протоколу SIP H323 и гибридное в принципе не будет проблем разновендорное решение почему все-таки Eolink данное решение по продажам предыдущего года компания Eolink 25% заняла продажа решений и предложения решений для видеоконференц связи компания Eolink все-таки бренд номер один на рынке в России и в мире по решениям ВАИП IP телефон приобретая решение Eolink мы можем получить русскоязычную техническую поддержку сервисное гарантийное обслуживание на протяжении двух лет это комплексное решение начиная от терминалов шлюзов и возможности различной интеграции это регулярное обновление линейки это сертификация Microsoft Skype for Business Office 365 Teams и Zoom почему все-таки Eolink что мы приобретаем с данным решением мы можем получить бесплатную кастомизацию она у нас доступна по API например поликом ее нет в циске она за дополнительную плату любые терминалы Eolink они интегрированы с Microsoft и Zoom то есть достаточно широкая линейка терминалов представлена с конкурентами циске и Huawei нет поддержка до 20 сторонней точечной конференции при использовании сервера VC800 если в качестве сервера MCU использовать VC800 то он поддерживает до 24 сторонней многоточной конференции если использовать YMS то ограничений нет это беспроводная передача контента то есть если например у нас участник конференции стоит далеко от терминала в ноутбук подключает флешку и по беспроводной технологии транслирует свою презентацию запустив ее только у себя на ноутбуке транслирует ее на экране для всех пользователей поддержка кодека 265 позволяет использовать и экономить треть полосы пропускания технологии двойного потока то есть камера транслирует изображение пакет в пакеты кодек обрабатывает эти пакеты то же самое происходит и со звуком то есть звуковые файлы не упаковываются и для того чтобы рассинхронно видео с голосом не было само оборудование E-Link для видеоконференц связи устанавливает комфортную задержку ну и во всех маркетинговых буклетах E-Link заявляет что у них есть собственная разработка восстановление до 30 потерянных пакетов в принципе конечный пользователь который видит это все на экране он этого не замечает ну и доступна центрная панель управления это такой планшет который собирает необходимых пользователей в конференцию позволяет упростить собрать пользовательскую конференцию добавлять удалять это адресная книга вот в принципе и все чем мы с вами хотели поделиться сегодня если у вас есть вопросы мы готовы ответить если вопросов нет спасибо большое вам за внимание тогда мы будем заканчивать нашу трансляцию коллеги хорошей вам пятницы всего доброго всего доброго Продолжение следует...